Я считаю, что состояние, при котором работал Примаков в 1998 году, не отвечает критериям подобия с нашим состоянием. Поэтому прямого урока никакого мы не можем получить. Но это хороший повод для того, чтобы определить хотя бы перечень тех порочных кругов, которые сложились за 30 лет. Вебер называл это состояние исторической ловушкой. Так вот, в 1998 году мы еще от нее были далеко, а сейчас мы в этой ловушке. И вот все эти благие пожелания, советы власти, обиды на власть, да, бессмысленны сейчас. Потому что мы не говорим о том, какие вот у нас фундаментальные сложились конфигурации, которые никакая власть не может разобрать. Ни сейчас ни Примаков, ни Сталин не сможет. Мы пока мы не поймем то, что есть. Чтобы получить урок, надо было восстановить навык визуализации всей системы. Причем не только экономики, а все связи этой системы с остальными. Вот этого нет. Даже саму экономику мы разбираем по кусочкам. Никакой, так сказать, интеллектии и никакой кооперативного эффекта мы не видим. А сейчас главное, главный какой вот сейчас порочный круг мы полезли. Мы вошли в конфликт с метрополией мирового капитализма и хотим создать здесь капитализм. Это невозможно. В конфликте с мировым капитализмом строить капитализм просто глупо. Можно было в отдельной стране построить социализм и даже сотрудничать с капитализмом. Но если ты с ним, как говорится, вошел в клинч, да, это невозможно. Поэтому сейчас вся вот эта система, которую не знают, что с ней делать, она абсолютно никаких перспектив не имеет. А как, что произошло со всеми нашими, можно сказать, основными фондами? Во-первых, вышли совершенно новые поколения, уже постсоветские, и произошел разрыв коммуникации со старшими поколениями и с государством. Это уже фундаментальный фактор. Второе, с самого начала произошел членостный разрыв общества. Причем он нагнетался, углублялся все время. Так, и в данной, так сказать, вот, можно сказать, мы находимся в состоянии холодной гражданской войны членостей. В это время, так сказать, да, население получило тяжелейшую культурную травму, погрузилось в аномию. То есть все институты, на которых стоял, разрушились прежние и не созданы новые. Произошла деиндустриализация, то есть глубокая архаизация не только экономики, а сознания людей, причем всех, и наверху, и внизу. Ну и, конечно, у нас прекрасное зеркало этого процесса, который нас, так сказать, тоже ждет. Это то, что происходит на Украине и в Сирии. Украина и в Сирии. Продолжение следует...